Ты говорил, что для тебя эта история закончена, но... В этом и прелесть истории. У них нет конца, так ведь? Мы каждый раз рассказываем одну и ту же историю, но меняем имена, меняем лица. И должен признать, мне это нравится. Без шуток, рофлов и прибауток Морфеус Дьявол. В ролике будут только пруфы из фильма, указывающие на это, без всяких там догадок, безумных теорий и прочего. Постараюсь кратко, но чтобы вы поняли, почему далее приведенные факты и сказанное по теме реально имеет место быть, в том смысле, что заложено все это было изначально авторами при создании фильма, позвольте буквально пару предложений, подтверждающие то, о чем говорил Смит в самом начале этого видео. Я не раз высказывал мысль о том, что вся эта голливудщина ни черта по сути не создает. От начала до конца, я имею в виду. То есть не в том смысле, что они, как и все творцы, чем-то вдохновляются и уже там делают свое. Ну, вроде как художник вдохновился лесом и написал «Утро в сосновом бару». Нет-нет, я как раз о том, о чем сказал Смит. Они всегда рассказывают и показывают одну и ту же историю, лишь адаптируя ее, ну или ее части. И по большей сути, это, конечно, уже лично мое субъективное мнение, все или большинство, как минимум, удачных, культовых и значимых картин, это лишь те самые удачные адаптации, причем адаптации религиозного, мифологического и, если быть более точным, зачастую библейского характера. Матрицы, Терминаторы, Звездные Войны, Хоббиты, Алиса в Зазеркалье, супергерой, который, к примеру, в фильме Тор Рагнарёк, как бы прямо говорящий о том, что официальная история миф и пророчащие в кавычках нам то, что апокалипсиса не надо избегать, его хорошо бы устроить самим, ну и так далее. В общем, вот этого всего просто тьма, и чуть копнее все эти так называемые шедевры вылезают, все эти старые песенки о главном. И, в общем-то говоря, в интернете валом информации обо всем этом, в том числе и роликов на ютубе, и тут уж, как говорится, все зависит от степени осведомленности автора. Из раза в раз мы наблюдаем следующее. Тысячи библейских отсылок, историй, символов, ну и так далее, и тому подобное. Будто на подсознательном каком-то уровне зритель или читатель как бы считывает это, распознает в этом что-то реальное, и увлекается сюжетом совершенно не так, как если это была бы просто выдумка. Собственно говоря, не поэтому ли зачастую в гениальнейшем сюжете его экранизации далее выходит настолько бездарное и примитивное продолжение, что задаешься элементарным вопросом? Как мог некто, написавший нечто гениальное, потом вдруг взять и начать творить какую-то дичайшую посредственность, или даже говоря, бездарность? Возьмите тех же Вачовски. Какие-то 30-летние ребятки, которые до этого толком ничего нормального не делали, да и, кстати, впоследствии тоже ничего невероятного не выдали, вдруг бабах, и вот тебе сюжетик на все времена. Согласитесь, нам водит на мысли. Ладно, давайте к сути видео. Что мы знаем о дьяволе? Дьявол, лжец и отец лжи, его изгнали с небес, откуда он упал на землю как молния, называет его красным драконом, дьяволом, сатаною и змеем-искусителем. Он соблазнил Адаму и Еву, хотя правильнее сказать Еву, и уже потом Адама, на то, чтобы они вкусили плод с древа познания добра и зла, который дает знания. В современности этим плодом принято ассоциировать красное яблоко. Также мы знаем, что после того, как Адам и Ева сожрали плод, они обрели плодское влечение друг к другу. Число, которое приписывают дьяволу, хотя в Библии такого не встречается, 13. И мы даже знаем, что, скажем, в США нет такого этажа, то есть есть 12, потом сразу 14. Почему 13 приписывают дьяволу? Это число Иуда, одного из 12 апостолов, которого, как сказано, вошел дьявол и который впоследствии предал Иисуса, после чего он был исключен и на его место, собственно, назначил был Матфей. И, собственно, так и получилось, что один отпавший апостол стал 13 по счету. Также упоминается и число 666, которое считается числом зверя, которому дал власть дьявол. Данное число присутствует в апокалипсисе Иоанна, где говорится, что это число зверя, имеющего 7 голов и 10 рогов. Ну, грубо говоря, в общем, как-то так в общих чертах. Ладно, давайте к сути. Первое. Как Нео попал к Морфеусу? Его к нему привела Тринити, которая уже с Морфеусом была знакома, а то есть до Нео, и, следовательно, таблеточку уже сожрала, вступив потом в его банду. Аналогия следующая. По библейскому сюжету также Ева вначале отведала плода с древа, ее первый искусил дьявол, и уже потом Ева соблазнила на это дело Адама. То есть, по сути, ей также надо было привести его к древу познания добра и зла, и змею-искусителю, как это и сделала Тринити в Матрице. Следующий момент. Где и когда Тринити встретилась с Нео? В ночном клубе. Собственно, ночью. Кстати, ночью же они поехали навстречу к Морфею. Причем клуб выполнен в откровенной БДСМ, или как-то в народе говорят Садом Аза стиле, ну, хотя таки снимали это в реальном БДСМ-клубе Сиднея. Тринити ведет себя, соответственно, тому, чему она и научилась у Морфеуса. Она соблазняет Нео, как физически, так и на то, чтобы тот встретился с Морфеусом. Говоря же о Морфеусе, она сказала прямо. Он мне все объяснил. Объяснил, что я ищу вовсе не его, что я ищу ответы. Ну, то есть, по сути, знания. А как мы знаем, дьявол знает все разводки и готов дать ответы на любые вопросы. Ладно, едем дальше. Значит, сладкая парочка приехала по нужному адресу, заходит в комнату, и вот в тот самый миг, когда Нео увидит Морфеуса, сверкает молния. И это не просто кадр для антуража и создания атмосферы. Это лишь очередное указание, в чем вы в дальнейшем убедитесь, когда я перечислю их все. На то, кто такой Морфеус, ибо во все той же библейской истории, а именно в Евангелии от Луки, Иисус говорит следующее. «Я видел сатану, спавшего с неба, как мулю». Что далее делает Морфей? Ну, тут все по классике объясняет, а точнее отвечает на вопросы и соблазняет, заманивая в свои сети подобно хищнику. Ведь, чтобы это сделать, надо, чтобы Нео поверил, что Морфеус – его друг. Суть соблазна в том, чтобы выбор ты сделал добровольно. Красная и синяя таблетка считаются, как два столпа – Иохим и Ваас. Иногда их рисуют как раз-таки синим и красным. Но вообще же, красная таблетка, уж согласитесь, как скушать красное яблоко, аналогии тут слишком очевидны. И после того, как Нео таблеточку сожрал, собственно, все завертелось и закружилось. Далее. Посмотрите, во что одет Морфеус. Не просто в какой-то халат и домашние тапочки, а в плащ и змеиной кожи. Может быть, конечно, в действительности на актере, а на крокодиле я не сильно разбираюсь. Но стилистика и отсылка именно к змею, ну и, соответственно, к библейскому змею, тут также налицо. Следующего факта вы не могли знать и не могли видеть нигде в интернете, только если не смотрели мой покадровый разбор «Матрицы». Вишенка на торте, которая жирной чертой подтверждает все сказанное ранее одним кадром. Морфеус находится не абы где, а в комнате номер 1313. То есть на 13 этаже в комнате номер 13. Этот кадр совершенно невозможно заметить, только если смотреть фильм именно покадрово, в очень хорошем качестве. Но согласитесь, зачем-то ведь его, то есть Морфея, поместили в эту комнату, именно с этим номером, а не какую-то там иную. Ну и уж про зеркальные очки, как атрибут иллюзорности, даже говорить не стоит. Именно Морфей, кстати, увел всех, и Нео в том числе, в так называемую кроличью нору, который вел так называемый масонский клетчатый пол. Также заметьте, что Морфеус восседает не на каком-то там седалище, а именно на красном кожаном кресле. То есть, опять же, вот эта отсылочка, вот большой красный дракон. То есть, как вы можете заметить, вся атрибутка, все штрихи совпадают с поражающей какой-то для какого-то там совпадения точностью. Следующий, очень тонкий нюанс. Обратите внимание, что в такое же кресло, в котором сидел Морфеус, сел и Нео. Более мы никого в нем не видели. Это также отсылка к апокалипсису, где говорится о звере, который имел число 666, и цитирую, «дал дракон ему силу свою и престол свой и великую власть». Там мы уже дальше видели, что обучением Нео занимался Морфеус, он потом тоже там преисполнился невероятно, ну и так далее. Кстати говоря, не знаю, как обстоят дела с семью рогами у зверя и дракона, но в команде у Морфеуса было именно 7 человек, до того, как к нее пришел Нео. Но тут все не так банально. Ведь если углубиться в текст апокалипсиса, то о самом звере говорится следующее. Зверь есть восьмой из числа семи. Как и Нео, по сути, восьмой член команды. И также говорится вот еще что, что одна из голов его, то есть зверя, как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. Вот вам и Нео, которого подстрелил насмерть агент Смит, но которого в итоге оживила Тринити, и вуаля, смертельная рана у Нео исцелела. Но согласитесь, согласитесь, что все это уж слишком перебор 80-го уровня для каких-то там простых совпадений или безумных теорий. А хотите еще интересный момент? Дракон, судя по той же библейской истории, был схвачен, брошен в колодец бездны и заперт в ней. Но поскольку у нас тут все взрекально в нашей матрице, то наш дракон не в бездне, а где? Правильно, наоборот, высоко в небоскребе, так как схватили его агенты и, собственно, там держат. Но после заточения, опять же, судя по тексту апокалипсиса, дьявол должен быть освобожденным. Освобожденным, обращаю ваше внимание, именно освобожденным. Что, собственно говоря, и сделал Нео. Вспомните, кому привел Морфеус Нео. К оракулу. К пророчице. К курящей, дымящей и пекущей печенье женщине. В Алисе вы также можете вспомнить этого персонажа, курящую гусеницу. С точки зрения логики, в русском дублюже ее совершенно правильно назвали Пифия. Точнее, я бы сказал, уточнили, что это не просто какой-то рандомный оракул. И уж тем более домыслы, что оракул это отсылка к какой-то там программе компьютерной, это вообще бред. Надпись «Познай себя» это как раз-таки отсылка к надписи на храме Аполлона. Дым также подчеркивает, что это именно Пифия, которая по мифам пророчествовала, будучи в одурманивающих испарениях. В чем основная суть? Аполлон, как мы привыкли его называть, это Аполлон по-гречески или Аводон по-еврейски. Аводон или Абадон обозначает разрушение или погибель. Апифия потому, что храм охранял змей Пифон, которого Аполлон и убил. Вот если сложить один плюс один, то вот этот ангел бездны, это и есть тот самый дракон, которого в эту самую бездну запечатали. Следовательно, Пифия это пророчица того самого дракона. Ну и не забывайте про массовую оргию под землей среди огня, где главным был по сути также Морфеус. Вот такие дела. Не буду говорить и упоминать про все библейские отсылки, их там валом, да и роликов на эту тему думаю хватает. Посему излишне затягивать видео смысла не вижу, так как оно было посвящено именно персоне Морфеуса. По Матрице и другим фильмам есть видео на канале, поэтому смотрите, подписывайтесь, заходите в Телеграм. Как всегда отдельная благодарность меценатам канала. Если кто-то захочет поддержать, все ссылки в описании. В общем на этом все друзья, до встречи и удачи!